Доброго дня, уважаемые коллеги, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Продолжаем разговор про подготовку к продаже стартапа, технологического какой-то инновации, разработки, изобретения, IT-компании, технологической компании, патента, какого-то своего ноу-хау и так далее. Соответственно, если вы решили продать что-то такое или привлечь инвестора в свой технологический стартап, свою компанию или каким-то образом выстроить финансовое сотрудничество. То есть, наверняка, грамотный покупатель, он захочет узнать, не катали в мешке, он покупает. Что, собственно говоря, он покупает. Мало того, что это стартап со своими рисками, во-вторых, это технологический стартап со своими технологическими рисками. В-третьих, надо, во-первых, доказать, что это ваше. Во-вторых, надо доказать наличие самого технологического разработки. Надо доказать степень его, скажем так, конкурентоспособности с, допустим, аналогом перспективы, наличие рыночной ниши, потому что, скорее всего, технологический инвестор захочет с вами рисковать только, наверное, при условии, что он это может использовать в своем бизнесе в дальнейшем, либо на этом, например, хорошо заработать. И не удивляйтесь, инвестору или покупателю надо будет отвечать на некоторые, ну, может быть, для вас нудные какие-то, может быть, даже сложные, а может быть, тупиковые вопросы. Что на кого оформлено, кто правовладатель всех компонентов, на каких правах вы этим пользуетесь, откуда вы это взяли, да, ваше ли это, не предъявит ли кто-нибудь каких-нибудь претензий, да, кто это разрабатывал, к примеру, да, компоненты лицензионные или, там, не знаю, там, допустим, открытых кодов, да, то есть, вообще, откуда пришла идея, как прорабатывали, кто участвовал на разных стадиях этой самой разработки, да, по компонентам, возможно, захотят разобрать вашу разработку, да, там, изучить для айтишников технологический стэк, библиотечки эти все, там, ДЛЛ-ки, да, СДК-шки и прочие-прочие, там, инструменты разработки, вот, на каком, опять же, праве принадлежит результат, имеете ли право дорабатывать эту разработку, если это является развитием какой-то там ветки, да, вот, какая у вас зависимость от разработчиков штатных, принадлежит ли все, что разрабатывают штатные разработчики вам, то есть, есть ли, соответственно, оговорка в трудовых договорах, да, какая у вас зависимость от внештатников, внешних разработчиков, да, как оформлены права на результат с этими разработчиками, история разработки, да, и так далее, и так далее, промежуточная, первоначальная версия, много чего, да, вот, соответственно, возникает вопрос, как же доказать вашему покупателю технологического стартапа или инвестору в технологический стартап состоятельность вашей, например, разработки, да, то есть, возможно, это первое, с чего начнется разговор, а вообще, ну, как бы, что это, чем оно перспективно, почему вы считаете, что это достигнуто, почему вы считаете, что это готово, почему вы считаете, что это востребовано, например, да, причем очень желательно это делать не на пальцах, да, то есть, одних эмоций и, как бы, вот этого всего может быть недостаточно, если это грамотный инвестор или покупатель, да, а надо чаще всего доказывать в железе, на бумаге, в изделии, в изготовленном прототипе, например, да, вот, каком-то. Соответственно, можно доказывать состоятельность вот разработки и перспективы технологического стартапа, в том числе IT-стартапа, такими, наверное, ну, как бы, классическими, с одной стороны, это верняк, вот, верные методы, да, то есть, не ждите какой-то панацеи, да, каких-то чудес, то есть, в принципе, все эти методы доказывания, они известны, и мы вот по ним сейчас, как бы, пройдемся, да. Вот, соответственно, несколько методов и рассмотрим заодно плюсы и минусы каждого из этого метода, каждого из этих методов доказывания между собой и в целом, да. Значит, во-первых, можно доказать бизнес-план у вашего стартапа. В этом случае, что увидит инвестор? Он увидит описание продукта, его уникальный характеристик, он увидит анализ рынка, целевая аудитория, нишу, да, продукта. Вот, он увидит, скорее всего, или захочет увидеть конкурентный анализ, если вы сразу ему, например, это не предоставите, да, то, скорее всего, он попросит доработать вам этот бизнес-план. Я уже не говорю о том, что нам, как экспертам, ваш бизнес-план можно изначально показать, и мы вам подскажем, да, без доработки, что, где можно усилить, какие акценты расставить, да. То есть, грамотные консультанты, они ведь работают по двум направлениям, да. Первые, скажем так, консультанты первого типа или, ну, скажем так, начальный, начальный первый тип консультанта, да, это который раскритиковывает какой-то документ с тем, чтобы получить заказ на его доработку, да. Это самый первый, вот, как бы, подход, да. Не скажу, что он самый примитивный, да, но он, на самом деле, самый, наверное, естественный, благодаря которому, в том числе, о наших собратьях по рынку, да, партнерах по рынку, консультантах сформировалось такое мнение, да. Есть консультанты второго уровня, чем, кем, собственно говоря, сотрудники нашей команды, консультанты решения Верный РФ, эксперты, кем они являются. Мы можем подсказать, что доработать, а дорабатывает сама команда, то есть, возможно, просто не хватило какой-то идеи, знаний, там, не знаю, ресурсов там или что-то, решили в дальнейшем дописать, а, может быть, просто не пришла на эту мысль, да. Вот, соответственно, не напрашиваясь на заказ на доработку ваших документов, да, наши эксперты подсказывают, что вам надо усилить в этом документе, где густо, где густо, как говорится, где очень много написано, это читать не будут, а где не хватает ключевых, как бы, аспектов, да. То есть, мы умеем расставлять акценты, одна из наших сильных сторон. То есть, для читателя надо в любом случае расставить правильные акценты, чтобы у него сформировалось правильное мнение, да. Вот, и полнота информации здесь не всегда панацея, здесь правильный путь. Иногда краткость, это вот как бы сестра таланта, то есть, кратко подсказать, что ты имеешь в виду. Так вот, продолжаем разговор. Что в бизнес-плане увидит читатель или там покупатель, да, а дальше в видео я буду раскрывать мысль о том, ваш покупатель или инвестор, ну или, по крайней мере, тот, кто себя позиционирует так в вашем бизнес-плане. Конкурентный анализ, то есть, сравнение с конкурентами по продуктовым характеристикам или техническому решению по продукту, сравнение с конкурентами по технологическим характеристикам, как вы это делаете, с помощью каких ресурсов, насколько успешно, эффектно, быстро и квалифицированно, эффективно. Вот, сравнение с конкурентами по рыночным позициям. У кого что есть, какие возможности продвижения, заказы, рыночная репутация, потенциальная клиентура, постоянная клиентура, методы продаж, торговое предложение и так далее. Финансовые прогнозы увидит покупатель или инвестор в наверное, если это инвестор финансовый, то финансовый прогноз, доходы, расходы, прибыль будет его интересовать. Стратегии выхода на рынок, ну и, наверное, тактические какие-то моменты, как вы это будете делать. Здесь момент как бы и с одной стороны вашего коммерческой тайны или там ноу-хау, например, производственного секрета, с другой стороны, без разговора об этом тоже, скорее всего, грамотный инвестор, покупатель не обойтись. Вот. Соответственно, плюсы способа показать состоятельность вашей разработки технологического стартапа через бизнес-план стартапа. Плюсы. Структурированный подход к предоставлению информации. Вы не собьетесь, если будете следовать логике изложения в бизнес-плане. Возможность детально проанализировать рынок и конкурентов, установление четких целей и стратегию. То есть, ваш покупатель или инвестор увидит, что вы структурированно мыслите, структурированно излагаете, что у вас есть ясный, четкий, понятный, изложенный план в голове и на бумаге. Минусы доказательности, состоятельности вашей разработки, вашего технологического стартапа через бизнес-план. Бизнес-план может оказаться слишком объемным, мало оказаться времени для чтения и сложным для восприятия. Культура бизнес-планирования только прививается, скажем так, у нас в России. Ну, скажем, бизнес-планирование как культура принятия решений в западной практике управленческой, особенно в США, в Кремниевой долине, она больше как бы, хотя там больше через питчи, через презентацию, все равно создание эффекта удачного выступления. Так вот, бизнес-план может быть объемным, нежелательным к прочтению, да, в силу его объема, да, листать, и сложным для восприятия. Не секрет, что многие инвесторы и покупатели дилетанты и просто не понимают о том, что написано в бизнес-плане. Для них, соответственно, надо упрощать язык. Либо делать, как это, хорошая культура в бизнес-планировании, делать краткие резюме, краткие техноэкономические обоснования, краткие, понятные, написанные простым языком, тезисы для, излагая тезисы в виде краткого бизнес-плана, с углублением для тех, кто хочет, в виде приложений. А подробное маркетинг исследование, там приложение номер один. А подробное техническое описание, техническое задание на доработку, там. А подробное, там, я не знаю, что-то еще, организационный план или финансовая модель, там приложение номер три или четыре, там, соответственно. Соответственно, кто хочет просмотреть по верхам, пожалуйста. Кто хочет углубиться, пожалуйста. То есть, вот здесь есть возможность учесть пожелания, уровень компетенции, желание вникать и свободное время на разные категории ваших читателей, вашего бизнес-плана, да, будь то потенциальный инвестор или покупатель, да. Второй способ доказать состоятельность вашего технологического стартапа и технического решения изготовления прототипа или MVP, да, минимально жизнеспособный продукт в переводе с английского, да. Что увидит в этом случае инвестор и покупатель? Первое, он увидит демонстрацию функциональности продукта, мало описывать словами, хочу пощупать, посмотреть, увидеть. Очень важное преимущество, соответственно. Инвестор увидит обратную связь от первых покупателей, потому что и вы получите, соответственно, обратную связь от покупателей, вы сразу получите рекламацию, вы сразу получите предложение о доработке в случае его заинтересованности, да, вы получите правильно, надо воспринять это критику, а это значит, возможно, один из потребителей, да. Вот. И потом возможность потестировать гипотезы, то есть изготовление прототипа в железе, в металле, в материале, в пластике, это, собственно говоря, сразу тестирование гипотез его потребительских характеристик из действий, ну и функциональных тоже, конечно же, да. Вот. Значит, плюсы подхода продемонстрировать состоятельность своей разработки технологического стартапа через прототип MVP. Первый плюс позволяет инвестору увидеть реальный продукт, а не только полагаться на ваши слова, верить вам и не верить. Второе, уменьшает риски, связанные с инвестициям, раз кто-то уже потратился в изготовлении прототипа, рискнул своими деньгами, к примеру, да, и сделал к нему доверия больше. Потом плюс изготовление прототипа, возможность сбора данных о пользователях, да. Минусы. Ну, понятно, разработка некоторых прототипов может требовать значительных затрат времени и ресурсов, но, честно говоря, вот в IT-индустрии без MVP, без прототипа, ну, вообще как бы никуда там разговор о хотя бы минимальном функционале, да. Вот, никто не ведет речь без... Точнее, об инвестиции без MVP, без минимального функционала. Редко кто ведет, на самом деле, да. Это не те инвесторы. Вот, ну и, соответственно, минусы и риски не всегда удается создать полноценный MVP. Понятно. Так, третий способ доказать состоятельность своего технологического стартапа – это построение финансовой модели и прогноза. В этом случае инвестор-покупатель увидит прогноз доходов-расходов на 3-5 лет, это ему важно, безусловно. Оценка точки безубыточности, через сколько мы ее проскочим, когда она начнет генерить операционные доходы, достаточно не только для погашения первоначальных внесторных затрат текущих расходов, а когда начнется окупаемость, да, выход из зоны убыточности. Анализ чувствительности. Если вы умеете строить финансовые прогнозы или обращаетесь к профессионалам, к экспертам таких, как наша команда, решения Верной РФ, мы построим вам анализ чувствительности по методу «что», «если». То есть мы поиграем ключевыми параметрами и покажем, как изменение этого ключевого параметра по шкале от минус столько-то до плюс столько-то влияет на результирующие, важные для вас и для инвестора показатели. Соответственно, это показывает гибкость модели. При каком изменении параметра проект проваливается, совсем неинтересен. Соответственно, надо будет работать над рисками этого параметра. А при каком он делает, допустим, геометрическую прогрессию. То есть, какие-то скачкообразные вещи. Вот. Соответственно, это анализ чувствительности «что», «если» по методу. Соответственно, плюсы доказательности состоятельности вашего технологического стартапа и разработки, в том числе, через финансовые модели прогноз. Инвестор сразу видит финансовую устойчивость проекта. Для финансового инвестора, если он умеет читать цифры и знает, что за ними стоит, ему эти цифры о чем-то говорят, это очень важно. Вы сразу решаете множество возникающих вопросов. Во-вторых, финансовый прогноз позволяет сразу выявить потенциальные риски. Мы знаем, где критическая зона важных показателей, влияющих на результирующие параметры. Минусы любого финансового прогноза. Прогнозы могут быть неточными, зависеть от множества факторов, а многофакторный анализ, к сожалению, не все умеют делать и понимать. К тому же, прогноз, он всегда прогноз. Время сейчас настолько покатилось, что если раньше прогноза достаточно было делать и можно было его делать на 3-5 лет, и то вот я недавно анализировал с экспертами прогнозы Гартнер, которые они сделали в 2018 году на период 2019-2023, во многих они, увы, это эксперты Сэмфордского университета, близкие к разработкам, ко всем стартапам. Во многих прогнозах они попали пальцем в небо вот в этом календарном промежутке 2018-2019-2023 год. В чем-то прогнозы сбылись, безусловно, это их компетенция в чем-то, увы, в фьючер будущее наступает не так быстро, как они предполагали. На то он и прогноз, то есть это надо быть не только экспертом, но надо еще в какой-то степени быть провидцем, должна божья искра куда-то туда попасть. Вот теперь, значит, в чем еще минус хорошего финансовой модели и прогноза? Всегда есть необходимость качественных данных для построения модели. Это, увы, то есть чтобы построить качественный прогноз, нужны качественные данные. Так, теперь, значит, как доказать, четвертый способ доказательности состоятельности своего стартапа через четвертый метод, через исследование рынка. Что увидит инвестор-покупатель? В какой-то степени повторяюсь, потому что в бизнес-планировании тоже раздел исследования рынка и конкурентный анализ тоже есть. Соответственно, что увидит инвестор-покупатель? Анализ текущих трендов и потребностей тоже очень ценная, на самом деле, информация. Оценка размера рынка и его роста – очень ценная информация. Определение целевой аудитории и ее характеристик – половина дела для маркетолога. Соответственно, плюс через доказать состоятельность своего технологического стартапа через исследование рынка – это исследование рынка сразу подтверждает наличие спроса на продукт. То есть вы, на самом деле, разжевываете и даете проглотить инвестору-покупателю. Потом позволяет, опять же, подтвердение собственных гипотез. Следующий плюс – исследование рынка помогает сформировать стратегию маркетинга вам самому и доказать, показать, обосновать, убедить в ее верности вашего покупателя или инвестора. Если вы такую делаете, инвестор о вас будет очень высокого мнения, даже если он об этом не скажет. Минус – доказательность состоятельности стартапа через исследование рынок. Может потребовать значительно затрат на исследование, в том числе с помощью привлечения профессиональных маркетологов, каким, например, являются эксперты нашей компании решения Верной РФ. Хорошее исследование – вещь дорогая, надо быть квалифицированным специалистом. И можно, кстати, привлекать наших экспертов на сопровождение маркетинговых исследований. Возможно, ножками, и вы захотите, чтобы бегали ваши сотрудники, чтобы искали, мониторили, спрашивали, обзванивали. Очень хорошая, кстати, вещь. А можно поручить, соответственно, на аутсорс отдать маркетологам, таким как мы. Потом минус исследования рынка. Всегда рынок может измениться. Очень быстро устаревают данные. Я уже не говорю про периодичность этого исследования. Каждый год профессиональные маркетологи обновляют, на самом деле. Так, теперь, значит, еще один способ показать состоятельность своего технологического стартапа через рассказ о команде и экспертизе команды, экспертной ценности, опыте, компетенция вашей команды. Что увидит инвестор-покупатель в этом случае, если вы ему показываете команду и ее экспертность? Опыт и квалификацию команды увидит инвестор, наличие менторов-советников, ну, если таковые как бы есть, да, успешные кейсы предыдущих проектов. Нельзя рассказать о команде, не похваставшись, не обозначив о пройденном командой опыте, да. То есть успешные кейсы, вот это модное слово, сочетание, да, успешные кейсы предыдущие, да. Вот, на сегодняшний день для многих это одно из условий принятия положительного решения работы с вашей командой, да. То есть как можно быть уверенным, что вы сделаете следующий неокр, следующую разработку, или доработаете то, что хотите, если у вас нет предыдущего опыта, даже неуспешного. Неуспешный опыт – это не минус, это опыт, да, то есть тоже важно знать. Ну, понятно, что если наряду с неуспешным есть и успешные ветки развития, иначе вы к инвестору, например, не пошли, да, вот, или направление, чутье, что у вас вот в этом направлении получится, это все-таки технологические инновации, стартап, да, риски здесь есть, это очень важно. Так, плюсы доказательности покупателю или инвестору состоятельности вашего технологического стартапа через команду и ее экспертность. Сильная команда может стать решающим фактором для инвесторов, безусловно. С кем вы будете делать этот стартап? Вот моя команда, штатные соисполнители, вот я на нее рассчитываю, она со мной будет как минимум до завершения разработки, а может быть и дальше в сопровождении, да. Вот, потом, никак другим способом вы не подтвердите способность реализовать проект. Даже если вы мега-лидер и обещаете инвестору, покупателю, всех остальных членов команды найти, он может поверить, может не поверить, но, слушай, ты продемонстрируй хотя бы тех, кого ты нашел. Они сейчас с тобой или они сейчас не с тобой? Если они сейчас не с тобой, по какой причине? То есть, если вы объясняете причину, все может быть. Разбежали для, собрались для создания одного проекта, разбежались, там и так далее, да. Может быть, соберутся для следующего проекта. Тоже очень важный момент, что эти люди, например, ко мне возвращаются, говорит лидер команды, да. Вот, сейчас я их отпустил в свободное плавание, но такие-то, такие-то мы переговорили, я с ними вернусь. Или, например, они всегда со мной. Тоже очень важный фактор, да. Вот, соответственно, без, ну, как бы, вот без этого никак. Это даже не то, что плюсы, это характеристики. Сильная команда, решающий фактор для инвестора и способность реализовать проект. Очень важный. С кем вы будете это делать? На сегодняшний день кадры, ресурсы, главное. Важнее иногда лидера. Ну, я бы не разделял, наверное, да, что кто важнее, лидер или команда. Мне кажется, тут одно без другого. Как говорит опытный капитант, вы команда, без меня ничто. А я, капитан, без вас, без команды, ничто. Минус такого способа доказывать инвестору-покупателю состоятельность своего технологического стартапа через опубличивания, через, ну, как бы, предъявление команды и ее экспертности. Если команда недостаточно опытна и инвестор и покупатель это почувствует, поймет, увидит, это может как раз сработать в минус. Это может вызвать сомнения у инвесторов-покупателей в покупке или инвестировании именно в ваш стартап. Вот, зависимость от людей всегда рискованна, с одной стороны. С другой стороны, ну, с кем мы сейчас будем делать? Не с роботами же мы будем делать этот стартап, да, то есть мы будем делать с командой. Так, способ доказать состоятельность вашего стартапа, шестой способ, через патенты и интеллектуальную собственность. Что инвестор и покупатель увидят? Наличие патентов, уникальных технологий, защиту интеллектуальной собственности в режиме публичного патентования или свидетельств о ПО, ЭВМ, ПАК и базе данных. Либо в режиме ноу-хау. Если вы умеете в режиме ноу-хау хранить производственные секреты или коммерческую тайну, это очень интересная вещь на самом деле. Вот, здесь тоже очень важна зависимость от людей. Здесь важны способы сохранности этой тайны, здесь важны договоренности с людьми, и все это очень важно. Соответственно, патенты интеллектуальной собственности как плюсы увеличивают стоимость стартапа, безусловно. То есть патенты как внешняя верификация вашей интеллектуальной собственности, как достижение уже проделанной работы, да, это фиксация уже проделанной кем-то работы экспертами, что у вас действительно есть состоятельность в психологическом изобретении. Но, опять же, это достаточно небыстрый путь, то есть это несколько месяцев, иногда год, иногда годы для патентования, да, и получения свидетельств. Вот. Соответственно, интеллектуалка увеличивает стоимость стартапа и защищает от конкурентов, как ни крути, несмотря на наличие патентных троллей, патентного шпионажа и все такое прочее, это защита от конкурентов. А хранение производственных секретов в режиме ноу-хау или в режиме коммерческой тайны, это очень важное технологическое и конкурентное преимущество. Минус один уже, собственно говоря, подсказан на оформление патентов. Долгим и дорогим может стать процесс патентования, да. Вот. Мы когда, например, делали подготовку одного из клиентов к конкурсу и проводили ему патентное исследование, патентный поиск, мы разобрали семь объектов будущих интеллектуальной собственности, то есть семь результатов интеллектуальной деятельности, которые могли стать объектами интеллектуальной собственности, и сказали, что, по-моему, три из них максимум можно делать в виде патентов или свидетельства на программу ЭВМ или базу данных, одну, по-моему, через топологию ЭВМ, топологию интегральной микросхемы, а остальные четыре, мы сказали, ни в коем случае опубличивать не надо, это надо защищать в режиме коммерческой тайны или хранение производственных секретов ноу-хау. Потом, наличие патентов интеллектуальной собственности не всегда гарантирует успех на рынке, это даже доказательство, скорее всего, не требует. Сколько под сукном в вузах и в НИИ лежат патентов, которые не работают, не приносят, кроме затрат на их поддержание, в вузу и НИИ ничего, потому что они не достают их из-под, что называется, сукна, из-под стола или из-под скатерки, или со стены не снимают, это патенты, когда не работают. Вот, соответственно, ни один из этих шести методов не является единственным в виде панацеей для доказательности состоятельности вашего технологического стартапа, разработки, изобретения, технологий, патента и так далее. Надо комбинировать несколько из этих методов, потому что каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и только их использование в комплексе, естественно, поможет создать более полное и убедительное представление о вашем стартапе. Так, теперь, один из важных моментов, как доказать инвестору в технологический стартап, или покупателю технологического стартапа, технологии, разработки, патента, исследования, готовность вашей разработки или технического решения, и как показать по шкале ТРЛ, так называемый, уровень технологической готовности. Это шкала от 1 до 9, кто не знает, на основании ГОСТов она делается, на основании шкал ТРЛ, вот, Technology Readiness Level, с помощью какого метода можно доказать этот уровень достигнутый. Дело в том, что технологические стартапы покупают из-за определенного потенциала доработки, это, скорее всего, не девятка, не коммерческая эксплуатация продукта, на стороне заказчика. Вот, это, как правило, какие-то низкие ТРЛи. Ну, я думаю, что, если мы говорим не про пассивные инвестиции, не про прям научно-исследовательские работы, да, я думаю, что стадия инвестирования начинается где-то с четверки, с ТРЛ-4, да, лабораторного образца или MVP, вот, где-то вот там. Ну, по опыту, большинство инвестирований, большинство продаж технологических компаний, стартапов или технологий отдельно, да, вот, от владельца, точнее, владельцем отдельно от компании, она начинается вот с ТРЛ, УГТ, четверка. Лабораторный экспериментальный образец, да, лабораторный либо экспериментальный образец. Значит, какой способ доказать вот этот самый уровень ТРЛ, уровень технологической готовности этой разработки покупателю технологии разработки или инвестору в стартап, или покупателю стартапа целиком, да. Первый способ, через техническую документацию, опять же, если инвестор и покупатель может, хочет ее читать, но, правда, он всегда может отдать ее на сторону, на экспертизу, да, профильным экспертам. Значит, какой здесь, как это делается? Подготовить детализированный технический отчет, который описывает архитектуру, функциональности, особенности разработки. Сразу возникает вопрос, а будут ли читать? А кто будет читать? Кому отдадут? Кто будет нести ответственность за сохранность, не публичность этой информации? Это все-таки достаточно конфиденциальная вещь, технический отчет, да, об разработке. Вот. Помимо вопроса, будут ли читать? Как защититься от сливы информации? Очень важный вопрос. От лжеинвестора, конкурента, разведчика, да. Вот. Потом, значит, через способ включить технический отчет схемы, диаграммы, спецификации и прототип, может быть, да. Вот. Соответственно, в чем плюс доказательства ТРЛ или УГТ-разработки через техническую документацию? Он демонстрирует глубокое понимание технологии. Если вы состояние написать технический отчет, вы инженер или технический писатель высокого уровня, да. Соответственно, технологический инвестор или технологический покупатель, который тоже, например, разбирается, да, или с ним в команде есть те, кто разбирается, тоже как бы момент такой, да. Вот какие-то третьи лица. Они оценят возможности, они оценят вашу разработку по достоинству, а также оценят, скорее всего, технические риски и возможности. Минусы, плюсы, угрозы и так далее, да, по шкале свод. Так, минусы. Техническая документация, естественно, может быть сложна для восприятия непрофессионалам, дилетантам. Ну, им презентацию, да. Вот. Опять же, технический отчет требует времени и ресурсов на подготовку. 95% стартапов, которых мы видели, а мы их видели немало, экономят на документальном оформлении своих неокор, своих стартапов, своих технических разработок. Инженеры что-то сделали, а писать… Ой, ребята, мы изобретением. Нет. Инженер должен уметь, во-первых, записывать свои эксперименты, протоколировать, писать. Это хороший инженер, да. Но если уж там, скажем, инженер совсем талантливый, инженер… Нет, не хочу не обидеть, как бы, да. Если вам очень важно в силу специфических особенностей и договоренностей с вашим инженером, важно, чтобы не он тратил время, наймите технического писателя. То есть, кто-то должен за ним записывать. Как в том известном истории-анекдоте, это, конечно, хохма, да, что изобретатель таблицы химических элементов периодической системы Дмитрий Иванович Менделеев, когда изобретал водку и пробовал на себе, за ним записывал трезвый стенографистка, секретарша, все его эксперименты, да. То есть, технический писатель, лаборант, извиняюсь за такое сравнение, он может, кстати говоря, тоже решить за инженером. Иногда надо записывать не только потому, что он не хочет, а иногда потому, что он не может. Вот он возится в какой-то схеме, в изделии, в изобретении, он что-то тестирует, как айтишник, да. Не исключено, что кто-то должен записывать его шаги, это нормально, это не скажу, что это каприз, да. Так, теперь, значит, много ресурсов, время на подготовку. Так, теперь можно доказать состоятельность или уровень технологической готовности вашего изобретения, разработки патентной технологии через прототипирование, создание MVP прототипа. То есть, вы можете создать многофункциональный, извиняюсь, прототип или MVP, минимальный жизнеспособный продукт, который демонстрирует одну или несколько из многообразия свойств, функций или критических характеристик продукта, да. То есть, например, вы разделили функции, свойства, характеристики продукта на критически важные, критические элементы технологии, это очень специфичный термин, который используется в оценке UGT-L в том числе, да. И не критически важные. И вот критически важные функции, функционал, характеристики, не знаю, методы, способы в прототипе должны работать и тестироваться. Все остальное потом. Дизайн, внешка и так далее, и так далее. То есть, сперва, как правило, критические элементы технологии тестируют, да. Вот, соответственно, вы создаете MVP, функциональный прототип с минимально жизнеспособный продукт, с минимально необходимым достаточным набором функционала или характеристик, требующих критически для данного изделия, и проводите демонстрацию этого самого прототипа перед инвестором или покупателем. Плюс наглядность, наглядно показывает работоспособность решения и позволяет сразу же получить обратную связь на прототип и улучшить свой продукт. Чем больше вы, ну, закрытому, наверное, кругу лиц, а может быть и открытому кругу лиц, вы покажете работоспособный прототип, не раскрывая внутрянку. Еще один плюс его, кстати, надо отметить, да. Он позволяет, не раскрывая внутрянки, продемонстрировать работоспособность, верность своей гипотезы и то, что заявленные характеристики достигаются. Вопрос, как вы это будете измерять. Достижение характеристик, количественных, качественных, характеристик, они измеримы и не всегда визуально да, нет, работает, нет, важно. Иногда важны проценты, отклонений, эталон, норматив. Ну, не технарям это объясняет, да. Технари лучше меня знают. Вот. Соответственно, минус доказательности уровня ТРЛ или уровня готовности технологий через прототип может потребовать значительный затрат на разработку. Ну, к примеру, мы работали с одной компанией, которая, скажем так, вот, условно сейчас очень из сторон, который разрабатывает компрессорное оборудование для сжатия или сжижения природного газа на севере, да, где он добывается. У них прототип, представляете, сколько стоит, да. Вот. Там, как бы, это серьезные деньги, да. Вот. Минус прототипирования. Прототип не всегда или чаще всего не отражает всех функций конечного продукта. Ну, конечно, потому что это прототип на минимально необходимые, достаточные критические элементы технологии. Там дизайн, функциональность, другие потребительские характеристики, они уже не в прототипе воплощаются. Они уже воплощаются, например, в опытно-экспериментальном образце, в образце промышленном, промышленный образец изделия или там, например, в пилотной партии даже. Вот такое тоже может быть, да. Так. Третий способ доказать уровень технологической готовности ТРЛ, УГТ своему покупателю или инвестору в технологический стартап. Тестирование и валидации. То есть помимо прототипа или MVP, еще и сделать тестирование и валидацию. Соответственно, что это такое? Это проведение тестов, которые подтверждают работоспособность, эффективность решения, а также подготовка отчетов о тестировании, включая результаты и выводы. Это тоже техническая документация. И, ну как бы, с одной стороны, плюс этого способа. Вы обеспечите ознакомление с объективными данными о готовности технологии, да, и уменьшите риски для инвестора. То есть он увидит, что риски снижаются, раз уже проведено тестирование, оно демонстрирует задокументированные результаты, но минус дополнительные ресурсы для тестирования. Это раз. Второе. Результаты могут быть интерпретированы по-разному. То есть иногда важна галочка «Да, работает, но работает плохо». К примеру, вы такой отчет показали, инвестор или покупатель может скривиться. «О, ну это же еще как бы…» Извините, мы уже ответили на первый вопрос «Да, работает». А дальше мы будем шлифовать технологию, работать на улучшение его функциональных характеристик, критических элементов технологии, потребительских свойств и так далее. «Да, и так далее». Вот. Ну и еще один минус. Вы раскрываете определенную… Хотя нет, вы можете представить изделие все равно по-прежнему как черный ящик. Вход-выход, да. Пожалуйста, работает. Что-то на входе, что-то на выходе. Вот. В остальном, извините меня, черный ящик не… Но вот вам документально подтвержден результат тестирования. Выводы подтверждают состоятельность нашей гипотезы. Часть гипотез подтверждена. Мы не закончили на этом, мы продолжаем процесс тестирования. Так. Ну, через анализ рынка конкурентоспособности и через патенты или тензии останавливаться не буду. Это уже говорил раньше. Это тоже способ доказать уровень технологической готовности. Кстати говоря, на определенных уровнях технологической готовности, начиная с пятого ТРЛ, пятого УГТ, требуется так называемый сравнительный анализ с продуктом конкурентов на всех стадиях жизненного цикла или полная стоимость владения покупателем, заказчиком, вашей технологией, продуктом, образцом, изделием, услугой и так далее. Вот там тоже уже включается маркетинг рынка. А сколько будет стоить в разово, в эксплуатации, до начиная от разработки, заканчивая ликвидацией или уходом с рынки на всем стадии жизненного цикла технологий. То есть мы такие вещи тоже делаем. Это тоже непростая вещь, потому что он учитывает все затраты на владение и не получится, как у банкиров, смухлевать. Вот комиссия такая-то. Извините, вы расскажите мне полную стоимость обслуживания расчетного счета, начиная с первого месяца, о котором вы уговариваете, который льготный, заканчивая пятым годом, в котором вы повысите на второй год не тарифы. Вот здесь вот эта вот фикция, вот эта вот ложа, здесь она не пройдет. Потому что на всех стадиях жизненного цикла или использования услугой продукта, то есть надо как раз это и высший пилотаж запрашивать сравнение на протяжении всего жизненного цикла, на протяжении всего партнерства, как мы вступили, как мы вышли из партнерства, на протяжении всего жизненного цикла основного средства, как мы купили там или заказали разработку, и как мы ликвидировали его, продали на запчасти, если такие возможно быть. Так, шестой способ доказательности уровня технологической готовности, уровня ТРЛ вашей разработки, как способ внешней верификации и признания потенциала разработки, шестой, через партнерство и сотрудничество, то есть как способ внешним ресурсом верифицировать и признать потенциал разработки. Соответственно, что здесь влияет? Заключенные соглашения с университетами, исследовательскими центрами или другими компаниями в роли соисполнителя НИОКР, экспертиза, тестирование, эксперты, тестеры и так далее, участие в акселераторах и инкубаторах со своим стартапом, в котором всегда, как правило, есть входная экспертиза вашей разработки. Внешняя верификация, внешняя верификация, не только ваши слова, не только бумаги, не только прототип, зачастую для профессиональных инвесторов или профессиональных покупателей технологических разработок стартапов и изобретений влияет, потому что это еще одна третья типа независимая сторона. Нет, зачастую реально независимая сторона, если вы не связаны договорами, а только на внешнюю экспертизу обратились. Соответственно, часто, кстати говоря, обращаются к нам как независимым сторонним третьим внешним экспертом в споре между заказчиком и разработчиком о доказательности уровня технологической готовности. Разработчик говорит, вот, заказчик сомневается, нужен третий эксперт. Соответственно, надо потестировать и понять, какой это все-таки террель у ГТ-4, 5, 6, 7 и так далее. Часто медиация, спорах нужно бывает. Или, например, фонды, финансирующие НИОКР, такие как Сколково, Центр поддержки инженерированной инновации, РФРИТ, Российский фонд информационной технологии, фонд НТИ, заказывают, точнее, не заказывают, а требуют предоставления заключения внешнего. Наши эксперты решения Верный РФ тоже такие бумаги делают, проводят экспертизу, обосновывают, проверяют и делают заключение о достигнутом уровне технологической готовности. И вот фонды требуют третьей стороны такой независимой экспертизы. Мы даем гранты при условии, что у вас УГТ сейчас такое-то и вы поднимете до такого. Например, вы к нам заходите на УГТ-5 на пятом ТРЛ, выходите на девятке. Или, например, за год вы продвигаетесь с пятерки до семерки, например, УГТ. Соответственно, в чем плюсы партнерств и сотрудничеств и внешней верификации, признания потенциала в разработке, доверия к проекту за счет авторитета партнеров, если это известный партнер в гусне и компания какая-то. Потом для вас самих доступ к дополнительным ресурсам, знаниям, кооперации с наукой, с медицинскими центрами. То, чего сам, например, не сможешь достичь, это можно заказать и купить и так далее. Минус какой? Ну, зависимость от партнера. Партнер может подвести возможные конфликты интересов. Конфликт интересов, кстати говоря, заключается еще и в том, что партнер, с которым вы связаны договором, если вы просите у него внешнюю независимую экспертизу, у вас конфликт интересов. Он уже не независим. То есть, потребуется третья сторона. Так, соответственно, где еще, кроме продажи технологического стартапа или разработки или технологии, или привлечения инвестора, или купли-продажи, может понадобиться внешняя независимая оценка УГТ. При покупке ля-ля-ля-ля-ля. Первые уже перечислили получение грантов на неокр, инвесторы, партнерство, сотрудничество. При поиске стратегических партнеров или ухажении в альянсе наличие независимой оценки может стать решающим фактором для начала сотрудничества. Вот. Это примеры применения внешней оценки УГТ. Ну, как я уже сказал, получение грантов на неокр. Например, многие фонды говорят, мы финансируем гранты только со стадии УГТ 5+. То есть, пятый и выше. Соответственно, они просят это доказать через самооценку или внешнюю экспертизу. И с тем, и с другим мы помогаем нашим клиентам. Либо помогаем провести самооценку, либо делаем внешнюю независимую экспертизу. Вот. Соответственно, внешняя независимая оценка УГТ, она подтверждает жизнеспособность, потенциал разработки, повышает доверие со стороны потенциальных покупателей или инвесторов. Значит, в чем проблема проверки функциональности? Покупатели же часто сами не имеют возможности самостоятельно протестировать функционально технического решения. и, естественно, жалеют денег на покупку тестировщиков, например. Соответственно, это риск для них. С одной стороны, тестировщик, он всегда будет преследовать, он будет ангажирован тем, кто его нанял. Тестировщик, нанятый вами как разработчику, преследует ваши интересы. То есть, он тестирует, показывает, может что-то недосказать, например. Хотя, на самом деле, он объективно должен вести журнал тестирования и отчет об итоговом, отчет о тестировании. А вот уже как потом работать с этими выводами, какие выводы делать из результатов исследования, это вопрос. И как их интерпретировать. Иногда инвестор или покупатель сам заказывает тестирование своему тестировщику, и тот тестирует, проверяет. Бывает, бывает и такое. Иногда это третья независимая экспертиза какая-то. Так, потому что покупатель сам не может протестировать, попросит результаты тестирования, попросит заключение отраслевых экспертов. Вот, для продажи стартапа. Так, теперь, значит, раскрыть и не раскрыть. Ответьте на вопросы. А, будьте готовы к вопросам, подготовьтесь к вопросам инвесторов. Зачастую, на самом деле, есть часто задаваемые вопросы. Их даже на нашем сайте можно найти. Какие вопросы чаще всего интересуют инвестора? Что важно инвестору? На что обратить внимание? Какие аспекты сравнения? Какие аспекты интересуют? Вот, если это потребуется. И имейте под рукой дополнительные материалы. Показать, полистать для более глубокого обсуждения, если это потребуется. Но не давать в руки на ознакомление. Второй момент. Честность и прозрачность. Будьте честны в своих ответах. Если у вас есть риски или неопределенности, упомяните их. Но, также объясните, что вы планируете их минимизировать. Человек, который объективно осознает риски и работает над ними, вызывает уважение и доверие. Все-таки, сделка купли-продажи доли, инвестирования или продажи чего-то, это сделка доверия. Вот, искра доверия, она должна быть между вами. То есть, это не искра. Доверие и уверенность, это цементирующее как бы. Ну и, соответственно, привлечение инвесторов в технологический стартап – это тщательная подготовка. Ну, можно, конечно, с бухты-барахты, но, возможно, первые питчи встречи ничем не закончатся, дадут вам опыт. Но самое главное, чтобы потом не сожалеть о них, что на первые две встречи пришел как раз инвестор, которого мы отпугнули, например. Лучше готовьтесь, репетируйте. Очень часто для своих клиентов мы проводим репетиции. Они перед нами, как дотошным инвесторам, презентуют. Мы их в стрессовом режиме гоняем. Соответственно, тяжело в учении, легко в бою. Если стрессово погоняли на предварительной защите, гораздо легче вам будет потом доказывать, питчить, как это сейчас модно говорит, перед инвестором. С вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслекин. Обращайтесь к экспертам нашей команды. Удачи вам в принятии ваших решений. Удачных вам слияний, поглощений, покупки, продажи стартапов, инвестирования, продажи ваших технологий, решений. Успехов. Пока.